можно улице билета их два я всегда делаю такую вещь с билетами какими какие бы это билеты не были на самолет на поезд либо в театр либо в кино я никогда не смотрю до входа какой номер билета потому что всегда меня преследует число но и но и число 9 это моя моя любимая девятка 9 09 день рождения и я заметила такую тенденцию что мне всегда попадаются билеты это либо 18 либо 27 либо девятка мне интересно какие сейчас будут здесь билеты билеты я купила наверное недель 6 назад будем смотри я говорю место 10 ряд 19 вот вам пожалуйста первая девятка здесь вообще девятое место ряд 19 привет вот как так вот как такое может быть не глядя всегда девятка есть а здесь вообще даже бинго место 9 так я сейчас дам маме билеты мама пошла уже практически все собрались все протестировались лорен так и идет 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 на сцену грилл арен вы собираетесь здесь вас сейчас вызовут но это моя уже не могу терпеть я уже хочу хочу на сцену хочу танцевать хочу чтобы был концерт сейчас у них еще продолжается репетиция концерт начнется в два часа так мы сейчас билетики отдаем мама у нас как всегда у меня место 9 ряд 19 второй билет вместо 10 ряд 19 как всегда девятка девятка на от меня не отходит я честно говоря я честно говоря даже жалею что я все-таки в свое время послушала нумерова взяла себе номер на машину четыре пятерки потому что я хотела взять девятки 0909 потому что говорят нет девятка такое число три девятки это в отражении как три шестерки ерунда у меня девятка это мое счастливое число в общем мы сейчас проходим уже внутрь и сегодня целый день проводим в театре поэтому что концерт такое вот событие теперь по крайней мере дети знают почему они два года тренировались на тебя покажу тебе рюкзак не нужен потому что вы сейчас выходите на вот так вот мы сидим с мамой мам так удобно вообще мне сейчас замечательно мама как бы вообще для неё как-то сказать в своем в своем озере да лебеденок в своем озере вообще откуда появился интерес к балету у моей мамы не знаю а вот у лорен от бабушки потому что бабушка всегда смотрит в битубе балет бабушка собирает порцеляновые такие статуэточки балеринки сколько лет было два три три года чуть-чуть наверное и трех лет еще не было потому что это же был как раз короба породы период или два года нет тогда три ближе к 3 увидела ближе к 3 наверно фигурку балерины бабушка дай мне лапочка моменты мне разобьешь ну посмотри как она купить как она нежненькая это же балерина бабушка ну да не поиграюсь я честно не разобью но я и дала а потом я и включила полет показала этот балет на бабушка я тоже хочу танцевать и она в общем танцевала танцевала перед телевизором и затем это как раз было по моему период пандемии все было закрыто перед телевизором перед зеркалом мы узнали что оказывается у нас зацгитри есть школа в которой обучаются 240 детей приезжать соседних городов в эту школу и вот они танцевали мы так обрадовались назад так воодушевило и мы сразу пошли и она с таким прям руководитель ирина мне кажется не нужно было быть генералом да она 240 240 детей на каждого ребенка знает по имени вот мне вчера настолько понравилось как она сказала во время репетиции только такой скажем так дисциплиной это можно осилить поэтому дисциплина очень строго здесь сказали тихо значит тихо я скажу честно я смотрела вчера это первый раз мне так понравилось это так интересно захватывающе раньше когда я покупала все это для мамы билеты на это представление мама говорила пойдем со мной не пойду это не моё а а вчера я смотрела только генеральную репетицию настолько интересно что просто уходить не хочется поэтому на завтра я себе тоже куплю потому что завтра выступает лорен с другой группой так как она делает двойную программу сегодня одна у нас родителей перерыв на обед потому что сейчас уже нужно полностью из театра выйти через полчаса начинается вход по билетам в супермаркете в котором я была с лорен я заходила в пекарню вы знаете я еще вчера заметила одно удивительное здание которое находится вот здесь судя потому что там и в самом здании и из самого здания растут деревья повернусь из камеру понятное дело что это здание нежилое но я также видела вот там вот я не знаю видно вам передает это камера или нет идет какая-то стройка я пошла с другой стороны посмотрела думаю но это значит кто-то уже купил спросила в пекарню у продавца что с этим зданием во первых что это за здание и почему оно в таком виде стоит а она сказала что это старинная вилла и говорят что там внутри даже есть бассейн и кто-то купил полностью как это грунт штук весь участок начали активно там в общем заниматься порядком ну а точнее я вам хочу сказать все сносить потому что там все снесено и потом они чисто случайно узнали что это днк мальшуц вот как раз этот дом из всего того что было на участке и с тех пор стройка заморозилась вы знаете случайно узнать что здание днк мальшуц днк мальшуц это памятник исторической культуры ничего в нем менять нельзя окна должны быть деревянными фасад должен быть такого же цвета как он и был то есть его можно только привести в порядок но что-либо изменять в нем нельзя об этом нельзя узнать после покупки это знают люди когда такие вещи покупают я всегда говорю что нужно быть немножко сумасшедшим чтобы это любить я люблю такие вещи думаю как же так напротив находится театр в центре в самом центре стоит этот дом и просто пустует вы знаете что я думаю ну не то что я так прям думаю но как правило как правило это происходит так кто-то покупает из людей которые не любят старинные здания и до последнего надеяться когда же она завалится потому что земля дороже чем все остальное поэтому я конечно желаю этой вилле этому домику все таки чтобы с ним ничего не случилось плохого нашелся хозяин который бы это отреставрировал и привел его в изначальный вид чтобы этот домик жил какой красивый очень красивый ну и плюс еще продавец в булочной сказала что что там еще внутри бомжи живут иногда периодически мне так интересно я уже посмеялась маме говорю мам может с бомжами договориться экскурсию проведут внутри ну люди ночуют им ночевать где-то нужно так а что там написано год вижу а остальное не вижу 1901 год класс какая красота представляете его в отреставрированном ванном виде и на каждом окошке цветочки пьющие розы как бы это красиво было я бы даже наверное зелень эту оставила ну где можно вот здесь где зандштайн здесь можно а там где конечно фасад въедается это нужно убрать потому что штукатурку даже отрывает есть подвал о как красиво правда вывеску повесили что частная территория вход запрещен если бы этой вывески не было можно было бы еще хоть в окошко посмотреть нужно будет в интернете посмотреть сколько это здание уже пустует так ладно мне кажется уже пора пора отсюда уходить как я уже сказала я раньше всегда к балету относилась как-то по другому но вчера когда я смотрела генеральную репетицию это было настолько интересно что я осталась даже ну я осталась полностью там не только там где лорен выступала но и там где взрослые дети танцуют и сегодня я даже рада тому что я буду смотреть весь концерт от а до я и если на завтра остались еще билеты то я на завтра тоже возьму билет потому что ну как бы я первый раз это делаю я не знаю как это обычно происходит и либо ты вносишь себя в список что ты занимаешься другими детьми либо ты покупаешь билеты сидишь в зале третьего варианта нет поэтому я все-таки хочу это еще раз посмотреть я просто насмотреться уже не могу настолько интересно так мамочка уже стоит со своим бандажем со своей повязкой но нам пора идти парковка была пустая буквально час назад теперь все это заполнилось здесь очень много номеров из зазгиттера все идут с цветочками с цветочками